Сегодня у нас в гостях председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы города Владивостока Владимир Викторович Сладышев. Добрый день. Здравствуйте. Владимир Викторович, в сентябре этого года пройдут выборы в городскую Думу. Как вы в целом оцениваете работу Думы нынешнего созыва? Я думаю, что оценку действиям Думы прежде всего должны дать те люди, которые избирали этот состав, именно избиратели. Со своей стороны, как человек, который пришел в Думу не с самого начала, а уже через год ее работы, заменив в Думе моего предшественника Коржа Евгения Евгеньевича, у меня, наверное, может быть свое какое-то отношение к работе в Думе. То есть я ее вначале рассматривал как некую такую общественную нагрузку, которую волей судьбы мне приходится исполнять, совмещая это со своей основной работой. Но уже окунувшись в процесс, я, в принципе, разобрался с тем, что Думой выполняется достаточно серьезная и нужная работа и ведется она именно на благо горожан. Потому что законодательство, которое принимается в том числе городской Думой и всеми ветвями власти, это то, что определяет жизнь нашего общества. Потому что если будет сбой на каком-то этапе принятия любого из законов, то в жизни общества также будет сбой. То есть, ну если на минутку представить себе, что, например, не будет вовремя принят некий закон, который регулирует, скажем, семейные отношения или отношения собственности, то, с чем приходится заниматься. Ну, честно говоря, наступит некий хаос. Так скажем, вот, что мы имели буквально в течение 2015-2016 года, то есть пробелы в законодательстве, связанные с теплоэнергетикой, они привели к тому, что строители длительное время, порядка около года, не могли начать строить свои объекты. Потому что отсутствие определенного закона и инструмента, реализация этого закона, оно ставило препятствие, чтобы можно было строить объект, дом жилой, какое-то здание. Что, соответственно, приводило к тому, что вот возникал некий хаос. То есть люди, вложившие деньги в строительство, начинали попадать на сроки какие-то. То есть строительство оттягивалось и так далее. И поэтому, вот, в целом, работа в Думы, она в том, чтобы законодательные инициативы, которые исходят, прежде всего, естественно, от администрации города, которая, как исполнительная власть, она трудится на благо, естественно, города. И она именно видит, первое, те прорехи в законодательстве, там, недостаток каких-либо муниципальных актов, что-либо еще. И администрация выходит с инициативой в Думу. И вот тут задача Думы, как можно быстрее, как можно квалифицированнее, все это привести в соответствие, сделать из этого всего какой-то муниципальный правовой акт, который позволит дальше вести работу, дальше существовать, дальше нормально функционировать всему нашему обществу. Вот, и поэтому, я считаю, что нынешний состав Думы, я считаю, что и возглавлял его, хоть и там люди собрались разных профессий, вот, и так вот, по иронии судьбы, что представитель Думы Елена Валерьевна Новицкая, она сама по себе, ну, вернее, по своей специальности она врач, но то, как она управляла и вошла вот именно на вот эту, и работала, именно вела вот это политическое направление, это работа законотворческая, ну, честно говоря, для меня это было, ну, и несколько удивлением, но и, в принципе, считаю хорошим уроком, потому что я, ну, много взял от этого человека. И то же самое я могу сказать о многих своих коллегах, которые, будучи то предпринимателем, то тем же врачом, так получилось, что у нас еще есть и врачи, то есть, ну, все люди, они, как бы, оказались каждый на своем месте и в меру своих сил, я считаю, очень добросовестно исполнял обязанности именно для того, чтобы исполнять там наказы жителей города, для того, чтобы жизнь наша не давала сбоев по причине отсутствия каких-либо правовых актов. Вот, поэтому я считаю, что Дума отработала неплохо нынешнего созыва. Ну, вот мы немножко коснулись вопроса, я продолжу. Владимир Юрьевич, на каких направлениях Вы, как председатель комитета по экономической политике, считаете, работа по развитию города, экономическому развитию, принесла наибольшие результаты? Ну, начнем с того, что я председателем комитета стал буквально совершенно недавно. Мой предшественник Дмитрий Петрович Сулеев, тоже профессионал, я считаю, высокого класса, вот, и по области своей, так сказать, деятельности, он, ему очень, я насколько знаю, близка именно недвижимость, и он в этом деле, конечно, очень профессионал высокого класса. Вот, и задачи, которые ставились комитетом, перед комитетом, вернее, вот, под его непосредственным руководством, я был его заместителем, я считаю, что их можно разделить на несколько направлений. Первое, такая самая, ну, может быть, немногочисленная, но она имеет место быть, это приведение муниципального законодательства к федеральному, к нормам федеральных законов и краевых. То есть, это, в принципе, работа достаточно, ну, скажем так, несложная относительно других. Она, ну, там все понятно, вот он есть федеральный закон, есть его положение, и задача комитета принять муниципальный правовой акт без каких-либо отклонений, естественно, ну, то есть, то именно в рамках правового поля. Второй большой пласт, это именно управление муниципальной собственностью. Муниципальная собственностью управляет, исполнительная власть, это управление муниципальной собственностью. Вот, но жизнь диктует определенные условия, жизнь вносит определенные коррективы. Естественно, управление муниципальной собственности выходит с какими-то предложениями о внесении в список приватизируемого имущества, дополнения, либо наоборот исключения. То есть, был ряд таких вот случаев, которые именно благодаря слаженной работе управления муниципальной собственности и нашего комитета, вот уже сейчас принесли определенные плоды. То есть, на самом деле, управлять муниципальной собственностью можно в несколько направлений. То есть, можно использовать ее именно в целях муниципалитета. Ну, то есть, понятно, сдавая каким-то подведомственным предприятиям, тем же муниципальным предприятиям, использовать ее для нужд именно города. Второе, это, естественно, сама по себе недвижимость, она должна служить источником доходов. Не секрет, что бюджет нашего города, он дефицитный. То есть, задач и наказов избирателей, и задач, которые стоят перед городом, их несколько больше, чем позволяют нам денежные средства. И поэтому, естественно, жить, наша цель и цель, в том числе и Думы, и управления финансов города, это сделать так, чтобы, грубо говоря, вот что есть, на то и прожить. И прожить так, чтобы это было наиболее эффективно. Наиболее эффективно вложить деньги в какие-то ремонты. Естественно, исполнить обязательства, которые, ну, как бы, не обсуждаются. Это заработная плата, там, выделение всевозможных субсидий, поддержка, там, льготных категорий людей и так далее. И поэтому муниципальная недвижимость в этом смысле, она служит основным источником дохода. Одним из, я скажу, сказал бы так, одним из дополнительных источников дохода. Грамотная сдача в аренду, грамотная продажа муниципальной недвижимости, это вот те денежные средства, которые позволяют бюджет пополнить, которые позволяют каким-то образом исполнять те задачи, которые стоят перед городом. Ну, один из таких ярких примеров, наверное, это Фадеевская овощебаза. Вот по Фадеевской овощебазе, наверное, ни один объект не вызывал столько споров, разноречивых мнений и прочего-прочего. То есть и цена там на нее была сначала, что вот она, вот она такая огромная, огромная такая территория. И было там муниципальное предприятие, которое управляло всем этим. Вот, к сожалению, деятельность его не давала той отдаче, которая должна была быть от эксплуатации такого комплекса. И поэтому было решение, принято решение о продаже его. Здесь вот, я считаю, комитет, в то время его Дмитрий Петрович возглавлял, принял очень достаточно такое хорошее решение. То есть он разделил эту Фадеевскую базу на части, и вот сейчас идет продажа по частям. Ну и, в принципе, за достаточно такие, за приличные деньги, вот одно из помещений было продано за 200 миллионов. А, к примеру, 200 миллионов мы получили в 2014 году от продажи всей недвижимости. Ну, я порядка говорю. А здесь мы получили с одного объекта. Вот, поэтому вот именно в этом смысле четкое взаимодействие управления муниципальной собственности и нашего комитета, оно должно давать такие плоды. И таких объектов немало. То есть там, скажем, школа на Черняховского 5, недостроенная. То есть эта школа, она стояла, начала строиться где-то в конце 70-х, в середине 80-х годов. Потом вот ее поставили здание, и все. За то время, когда оно, подошло время, ну, что-то с ней делать, вот сейчас, к нынешнему времени, она осталась недостроена. Ну, причины недостроя там, возможно, различные. Ну, причины были, как говорится, тогда общие. Недостаток средств, там, и так далее, и так далее. Что делать? К сожалению, в нынешнем состоянии этот недостроенный объект школы уже быть не мог. Почему? Потому что к строительству школ предъявляются, в том числе и к территории вокруг школы, предъявляются особые требования. Расстояние, там, территории и прочее, прочее. Существующая застройка, которая там велась в том микрорайоне, она, грубо говоря, это, вот, убрала это. Все эти моменты, которые могли бы в дальнейшем использовать ее именно как построительство школы. Ну, тоже стала дилемма, тоже было очень много споров. Ну, да, вроде как в том микрорайоне не хватает школ. Ну, так вот говорили оппоненты, что, а давайте ее все-таки, зачем ее куда-то продавать, куда-то реализовывать. Но, тем не менее, вот, путем анализа, путем изучения внимательного вот этой вот всей обстановки, ну, как бы, пришли к нормальному мнению, она выставлена на торгах. Я надеюсь, что она будет все-таки реализована за хорошие деньги. Потом, большой пласт работы, это то, что было связано с передачей федеральной собственности в муниципальную. Строительство саммита АТС, последующие форумы, они, в общем-то, как следствие, имели за собой передачу от Министерства обороны в город большого количества земель, объектов и прочего, прочего, прочего. И вот здесь, вот, опять же, совместная работа с управлением муниципальной собственности, потому что каждый объект нужно оформить. Под каждым объектом нужно, согласно закона, провести кадастровые работы, нужно выделить к нему землю. Вот эти все работы, это вот тот кропотливый труд, который предшествует тому, что вот он, наконец, сформирован объект. Сформирован объект муниципальной недвижимости, сформирован объект муниципальной собственности. И вот тогда уже наступает тот момент, когда он уже может начать приносить прибыль. Сдача ли в аренду, реализация его путем аукциона, все это те моменты, которые вот именно нужны. И если, вот здесь вот оно, и как раз и важно, важна скорость, важна оперативность, то есть принятие вот таких вот решений. Нередко, вот, когда идет вот этот вот объем и вал, нередко играет очень большое значение сроки. Скажем, вот нужно быстро, быстро, быстро это решить. Ну, все, собрались, решили, вынесли на Думу, все, пожалуйста, то есть. И поэтому вот от этой вот, скажем, работы каждого человека, комитета, управления муниципальной собственностью, там, работников администрации города, депутатов Думы, вот это тот самый конечный результат, к которому мы все стремимся. Вот. Третье такое одно из направлений, ну, оно, наверное, которое считается, ну, я бы, вернее, назвал его, наверное, основным, так, под большим названием программа приватизации. То есть в 2015 году была принята программа приватизации муниципальное имущество на 2016-18 годы. Вот. И, естественно, постоянно в эту программу вносятся изменения. Либо вносится какой-то объект, где уже истекает срок аренды, и человек по каким-то причинам решил его, ну, от него не продлевает срок аренды. Значит, с этим объектом нужно его выставлять на новую аренду. Либо наоборот, он имеет преимущественное право, и поэтому он, опять же, его нужно перевести в определенную категорию. Опять же, нужно его, ну, то есть для передачи этому человеку, то есть чтобы предприниматель реализовал свое вот это право, которое предназначено ему законом, ну, пройдет какое-то время первое. Естественно, он заинтересован в том, чтобы это произошло как много быстрее. И за всем за этим стоит вот труд, опять же, работников администрации, работников комитета, работников Думы. Хочу сказать, что депутат — это не тот человек, который берет пишущую машинку, там, или компьютер и печатает, там, от руки вот это все придумывает. А вот надо напечатать так, а надо напечатать так. Нет. Есть правовой отдел Думы, то есть специалисты высокого класса, есть организационный отдел Думы, то есть, ну, одним словом, аппарат Думы. То есть это те люди, которых не видно, они не бывают на экранах телевизоров, но это те люди, которые делают работу депутатов. На самом деле, депутат, ну, мы как оцениваем ситуацию, исходя из тех документов, которые нам вот предоставляют. И от профессионализма этих работников, то есть правовиков, аппаратчиков, организационников, те, которые вот именно должны правильно подготовить документ, не пропустить каких-то, не допустить каких-то либо правовых ляпов, потому что, естественно, правовой акт, принятый с каким-то нарушением закона, пусть даже маленьким, пусть даже одной запятой, все, это он ведет к отмене. Отмена его — это труд многих людей, это потерянное время, это где-то чьи-то разбитые, как говорится, надежды, вот, чьи-то потери каких-то финансов и так далее. Поэтому цена ошибки в такой работе достаточно велика. Поэтому, то есть, я хочу сказать, что в народе бытует мнение, что, как говорится, депутат рот закрыл, работы закончил. Но на самом деле, вот, поработав там, в Думе, я считаю, что это труд многих людей, которые имеют четкую, определенную цель, определенную именно законом. И нельзя вот, вот, я вот, да, вот я депутат, а я вот думаю, да нет, давай вот, надо сделать вот так. Нет, есть четко определенный законным путь, но его нужно пройти четко, без ошибок, без затягиваний. Вот в этом-то и состоит именно профессионализм работы Думы, и именно то, что имеет в конечном итоге отдачу и идет на пользу людям. Я с вами абсолютно согласен. А как вообще вы оцениваете эффективность управления муниципальной собственностью? Ну, понимаете, в любом бизнесе, я думаю, что найдется, как говорится, очень много советчиков, которые скажут, а вот надо было делать не так, надо было делать по-другому. Я считаю, что тот механизм, который на сегодняшний день выстроен, он дает достаточно определенные и достаточно хорошие результаты. И это не просто слова, это видно на цифрах. То есть, сколько реализовано имущество, какие поступления дополнительные в бюджет от аренды, это как бы одна сторона дела. Но нужно же посмотреть и на другую сторону дела. А сколько предпринимателей получили по льготным ставкам в аренду, опять же, тоже муниципальное имущество, которое позволяет им вести бизнес. Потому что все мы много говорим о том, что развитие малого и среднего предпринимательства – это основа экономики любой страны. Но не секрет, что, скажем так, наше налоговое законодательство, оно все-таки не способствует, наверное, в той мере развитию бизнеса, какое бы мы хотели видеть. Но, как говорится, закон хоть и суров, но он есть закон, его надо исполнять. И вот в этом, как говорится, в этой нелегком деле, в малом и среднем предпринимательстве, естественно, любая какая-то поддержка бизнесу со стороны властей, это является для кого-то и решающим. Потому что не все ворочат миллиардными бизнесами, у многих тантоновое и малое и среднее предпринимательство. И поэтому вот эта вот сторона, она тоже имеет огромное значение для именно развития вот этого малого и среднего предпринимательства. Вот опять же, что касается, скажем там, ну как пример могу привести, долгие споры тоже вызвало это рекламные конструкции. То есть, начиная с 2007 года в нашем городе рекламные конструкции размещались, ну, скажем так, не то, что сказать там каким-то таким варварским способом, но существовали определенные проблемы в этой области, но хотя надо сказать, что этот бизнес достаточно прибыльный, достаточно такой, ну, наверное, интересный. Вот, но с 2007 года по каким-то причинам положение о размещении рекламных конструкций, которые включают в себя в том числе ставки за размещение этих рекламных конструкций, оно не пересматривалось. То есть, там не бралось во внимание ни коэффициент инфляции, ни какие-то другие моменты. Вот, и именно комитет по рекламе вышел с инициативой в Думу о том, чтобы пересмотреть, пересмотреть в том числе эти ставки. Это вызвало огромное количество споров, огромное. Просто вот пришлось даже проводить несколько заседаний комитетов, создавать рабочую группу, куда вошли все заинтересованные лица, депутаты, предприниматели. Вот, и после долгих-долгих-долгих, наверное, с полгода где-то длилось все вот это вот, но нашли, нашли общий язык, нашли те моменты, которые и бизнесу позволяют дальше работать, и в то же время город, ну, стал получать какую-то свою копеечку с этого всего дела, которую, опять же, он направляет потом на тоже благоустройство, на какие-то благие дела. Хотя, ну, было там, доходило до таких серьезных споров. Но, тем не менее, приятно, что когда ты споришь и разговариваешь с людьми, которые профессионально занимаются своим делом, и всегда можно не просто там криком, а именно вот четко на цифрах доказать, рассказать. То есть, сначала там пошли в одну сторону, там, оказывается, передавили слегка предприниматели, объяснились, ну, хорошо. В принципе, признали, и это тоже немаловажно, признали свою ошибку, отработали, как говорится, назад. Ну, нынешнее положение, которое, я считаю, выстрадано многими и многими людьми, оно идет именно, опять же, на пользу и предпринимательству, и города. То есть, нашли, смогли найти ту золотую середину. И я считаю, что вот еще одно из немаловажных для работы в Думе, это найти вот именно ту золотую середину. Потому что, конечно, много нареканий на те же ставки арендной платы за недвижимость, да, вот, со стороны предпринимателей. Конечно, всем хочется, чтобы это было бесплатно. Но так не бывает в этой жизни, да. Поэтому, опять же, есть какая-то золотая середина. И задача работников городской администрации, задача, в том числе, комитетов Думы, депутатов, аппарата Думы сделать так, чтобы найти вот ту золотую середину, которая бы и бизнесу позволяла, как говорится, работать и развиваться, и в то же время не ущемляла интересов всего города. Потому что бизнес, понятно, это в том числе налоги, но есть же еще и работники бюджетной сферы, есть же еще и инвалиды, неимущие и прочие, прочие, чью жизнь и деятельность обеспечивает бюджет городом, то есть мы с вами. Вот, и поэтому, вот, я считаю, что золотая середина, это, наверное, такой вот лозунг, я бы сказал. Ну, тогда давайте обратимся к частности, в разговоре про золотую середину. А какие практические меры поддержки малого и среднего предпринимательства были приняты вот в работе Думы? Ну, вот, повторюсь, опять же, это, что касается нашего комитета, это установление льготных ставок, причем, знаете, порой рассматривались вот эти льготные ставки по, прямо вот по конкретным обращениям, практически на конкретных адресах возникали какие-то частности. То есть, скажем, в свое время мы там, плоскостные сооружения, там парки, скверы, да, то есть, вот, по ним, потом по физкультурным объектам, то есть, тоже там принята ставка арендной платы с понижающим коэффициентом, продлены сроки, там, действия этой ставки. То есть, вот это именно те, те конкретные примеры. Вот, либо, скажем, если уже так немножко дальше пойти, все мы знаем, что в 2015 году принят закон о свободном порте Владивосток, да, вот, вот здесь вот тоже, то есть, свободный порт Владивосток, резиденты свободного порта, и это продекларировано везде, имеют льготы по федеральным налогам, имеют льготы по региональным налогам. Естественно, законом определено, что должны быть льготы и по муниципальным налогам. Ну, вот, скажем, один из примеров, это земельный налог, да, который является, поступает в бюджет города. Вот, резиденты свободного порта первые пять лет освобождаются от его уплаты, следующие пять лет ставка снижена именно на 60%. То есть, я считаю, это, ну, понятно, что это в рамках действующего федерального законодательства, но, тем не менее, это, скажем так, лепта города, потому что, ну, с одной стороны, город бы, наверное, мог бы эти деньги добрать, но, с другой стороны, если бы нет, не было бы резидентов свободного порта с такими льготами по налогам, возможно, этим бы никто и не занимался. Потому что для того, чтобы заниматься бизнесом, нужно понимать, какую ты будешь получать прибыль. И если существующее законодательство по той вид деятельности, ты будешь работать ради работы, понятно, что этот сегмент рынка никто занимать не будет. И опять мы будем, там, пользоваться, там, зарубежными, там, иностранными, там, всевозможными, там, экспортом товара, там, и так далее. Вот, но, коли такое есть, в принципе, и задача в этом плане, опять же, и комитета, и думы, отработать это максимально быстро, максимально эффективно. Потому что, ну, вот, я, конечно, не хочу критиковать, но, тем не менее, закон о свободном порте Владивосток, он идет, но он идет, наверное, медленнее, чем хотелось бы. Да, потому что, ну, вот, разговаривая с людьми, которые уже стали резидентами. Конечно, так в жизни не бывает, что ни у кого нет в кармане волшебной палочки. Достал там президент, махнул, и все, у нас здесь зацвели сады, потому что мы стали свободным портом. Нет, это, опять же, тяжелая, рутинная работа, опять же, это преодоление барьеров, преодоление каких-то бюрократических барьеров тех же. То есть нашу бюрократическую машину, маховик, чтобы он заработал четко и слаженно, тоже нужно какое-то время, чтобы она притерлась, там, грубо говоря, потому что к закону есть какие-то методические указания, есть инструмент, как исполнять этот закон и так далее. И вот это все, это все, вот эти вот винтики, как говорится, смазывают, вкручивают, это вот именно работа, опять же, работников администрации. Опять же, это все обязательно должно пройти через Думу, чтобы этот маховик завертелся, закрутился и все это заработал. Просто, ну, время нужно. Но надо полагать, что все эти принятые меры все-таки повысили привлекательность. Ну, безусловно. Я считаю, что да, я считаю, безусловно. И одним из примеров этому, и я бы вот сказал, что вот недавнее посещение большой делегации японских инвесторов во главе с одним из министров, это тому прямое свидетельство, потому что в свое время наш президент вместе с премьер-министром Японии договорились о том, что, значит, Россия предоставляет два города вот для инвестиций и местные власти оказывают всяческое содействие, это Владивосток и Воронеж. И я считаю, что вот сейчас у нас вот идет этот вот стартовал, можно сказать, с этого года, с 17-го года этот проект мощный, возглавляется на контроле у губернатора нашего. Вот, и я считаю, что это вот тот проект, который имеет место быть, вот, и который, думаю, он достаточно перспективный. И вот здесь вот и на том этапе, когда будут уже подписаны какие-то рамочные соглашения, определены проекты в общем и в целом, вот, все как бы скажут, что ура, все. Но от этого подписания и до реализации это работа. И в этой работе опять же примут участие те же работники администрации, которые будут подгонять под этот проект какие-то механизмы, принимать какие-то муниципальные правовые акты, региональные правовые акты и так далее. То есть это опять предстоит работа многих-многих людей. И депутатов следующего созыва, и работников администрации. Вот, но если, как говорится, цель поставлена, и люди будут двигаться все в одном направлении, то я считаю, что этот проект, он имеет место и принесет нашему городу огромную пользу. Расскажите в целом, какую именно пользу, в чем конкретно это будет выражаться для города? Ну, скажем, для города это семь конкретных проектов. Вот, которые, ну скажем, то, что близко, наиболее близко мне, это вот строительство ветрогенераторной установки на острове Попово. Вот, это наши островные территории, на сегодняшний день они снабжаются электроэнергией двух дизельных электростанций. Это, понятно, удаленность топлива и прочее, прочее, это все лежит на плечах, в том числе, бюджета. То есть, если это дело не субсидировать, то это достаточно убыточно. Кроме того, жители острова Попово, согласно законодательству, они платят за электроэнергию по тарифу, который установлен для всего города. Но, хотя понятно, что выработка электроэнергии дизельной станции на острове Попово, она стоит в разы больше, если, скажем, там, ну, это, наверное, в 10 раз практически. Тариф на острове Попово выше, чем тариф здесь, на материке. Вот, то есть, цифра достаточно серьезная. Вот, казалось бы, ну, подумаешь, остров, подумаешь, полторы тысячи человек. Но, тем не менее, весь мир уже занимается ветрогенерацией. То есть, используют то, что нам дает природа. В принципе, пилотный проект на острове Рейники мы в 2011 году попробовали и получили достаточно хороший эффект. Это не та энергетика, которая дает какую-то прибыль, но это та энергетика, которая при тех же затратах позволяет сделать людям жизнь комфортнее. То есть, что было? На Рейнике было режимное электроснабжение, то есть, 5 часов в сутки, не более. Вот, зависело, опять же, от многих факторов, то есть, топливо и, это самое, исправность механизмов. Все это сопряжено с завозом туда, на Рейнике, с доставкой какими-то паромами, с разгрузками, с выгрузками и так далее, и так далее. Все это сводилось к тому, что вот запасы топлива, которые можно было накопить, они позволяли вести вот именно только режимное электроснабжение. Поставили ветрогенератор. Сейчас люди получают круглые сутки устойчивое, нормальное электроснабжение. В принципе, затраты предприятия остались те же самые. Они не возросли, но электроэнергия на 19 часов больше сейчас вырабатывается и подается жителям. То же самое на Попове. И мы планируем вот от этого проекта, мало того, что установка этого ветрогенератора дала толчок, если раньше на острове Рейнике жило порядка 14 семей, то сейчас он практически весь, уже участки поделены, и там уже многие-многие люди собираются туда переезжать. И то же самое остров Попов, он несоизмеримо больше и по мощности, и по населению. Там живет на сегодняшний день полторы тысячи человек. То есть это позволит и увеличить мощность, и создавать, уменьшить стоимость электроэнергии в итоге. И тогда, в принципе, там же был неплохой рыбозавод на острове Попов. Вот почему? Ну потому что вот оно, море рядом, пожалуйста, как говорится, добывай, обрабатывай и все. Но тарифы, тарифы на тепло, на электроэнергию, они его закубили. А вот тот проект, который сейчас будет реализован японцами, он, не скрою, прорабатывался тоже достаточно давно. Но с 2010-2011 года, вот, и выходили мы, искали инвесторов, выходили на разные уровни. Ну вот, думаю, что при помощи японцев, у нас есть полностью уже разработанный полный проект, я думаю, что и он очень их заинтересовал. Вот. Понятно, что японцы, они не так, что они просто отдали деньги, похлопали в ладоши и сказали, ну вот вам подарок. Нет, это совершенно нормальные предприниматели, они будут получать оттуда прибыль. Откуда прибыль, да, можно спросить. Ну, понятно. То есть, какое-то время придется, ну, тариф на каком-то моменте заморозить, все равно это будут какие-то в итоге вливания из бюджета, но бюджет не будет, не выложит сейчас сразу ту необходимую сумму, там, в 500 миллионов, да, которая необходима для строительства этого комплекса. А он будет ее возвращать, там, в течение, там, 5-6-7 лет японским инвесторам. И люди в итоге, жители Попо, получат возможность, там, заниматься каким-то, развивать какое-то предпринимательство, вот, и комфортные условия проживания, и безопасность, в том числе, высокую. Вот, значит, насколько я знаю, еще из проектов, которые вот сейчас предлагаются японцами, это и не только вот какие-то такие практические виды деятельности, да, как выработка электроэнергии, но это в том числе и развитие парковой зоны Владивостока, как ни странно, да, они, значит, я понимаю, что это, наверное, связано с постоянным недостатком у них земли и стремлением их как можно и трепетного такого отношения к природе. И они, в том числе, зацепились за проекты, которые вот связаны с разбивкой парков, с устройством там, ну, какой-то азиатской, в этих парках, в том числе, тематики. Ну, и понятно, что там какие-то аттракционы и прочее, то есть места отдыха горожан. То есть вот эти вот инвестпроекты, вот, они носят совершенно разную направленность, и в том числе, и я считаю, что для нашего города это, опять же, только благо. И, опять же, повторюсь, по реализации этих проектов, опять же, многое будет зависеть от работы и Думы, и администрации, и всех уровней. Называются ли сейчас какие-либо реальные сроки реализации этих планов? Значит, на сегодняшний день он, как бы, сроки разбиты на этапы. Срок, этап первый, это Восточноэкономический форум, на котором поставлена задача подписания договора вот об этих намерениях, о том, что вот конкретный объект уже будет, как говорится, утвержден, подписан с нашей стороны, нашим президентом, с их стороны, премьер-министром Японии, там, профильными министерствами, с той и с другой стороны. Ну, и здесь уже в зависимости от проекта будут определены какие-то четкие сроки. Понятно, что все будет зависеть, там, от скорости вложения японцами денежных средств, от того, кого они будут привлекать, ну, к строительству, там, своими силами, сами будут или здесь мы будем строить нашими силами. От готовности, опять же, российской стороны вложить какие-то сюда, там, активы, то есть, либо это какая-то территория, либо это земля какая-то, либо это, опять же, какие-то, там, ресурсы трудовые, там, или материальные. Вот. Ну, естественно, любой инвестпроект, он не должен быть растянут во времени надолго, да. То есть, понятно, что инвестиции, там, с 20-ти, там, летним сроком, ну, мало кого интересует. То есть, все это до 7 лет, это вот то инвестирование, которое, ну, реально рассматривается во всем мире и которое, как бы, интересно всем. Ну, я думаю, что вот в пределах вот этих вот какой-то, ну, может, там, 5-7 лет, и все, объекты должны быть реализованы, потому что там же есть, ну, какие-то и крупные есть, которые, может быть, какие-то реализуются уже и через год. Чего бы хотелось, да. Потому что любое такое, это движение вперед. Владимир Викторович, как Вы полагаете, на чем нужно сосредоточиться в Думе следующего созыва? На каких направлениях экономической политики? Ну, я думаю, что Дума следующего созыва, она вступает, ну, наверное, в более интересную, скажем так, в более такой интересный период развития города Владивостока. Вот, наверное, вот огромный толчок дал, конечно, саммит АТС нашему городу, это, ну, что тут скрывать. Вот, и полагаю, что вот именно развитие свободного порта Владивосток, именно привлечение инвестиций в настоящее время, это вот те основные пласты экономики, над которыми предстоит работать депутатам будущего созыва. Это и работа и с недвижимостью муниципальной, это и с землей муниципальной, это вот та работа, которая будет продвигать все вот эти вот моменты. И свободный порт Владивосток, и, ну, наверное, эти вещи все-таки связаны. Вот, поэтому я желаю своим коллегам будущим успехов и профессионализма. Не могу не спросить, а ваши планы по... Не, ну, так получилось, что, видите, в общем-то, как я уже говорил, выходил на замену, как это принято говорить в спорте. Я остаюсь в городском хозяйстве, я работаю здесь уже, сколько, уже 15 лет почти, вот именно в электрических сетях и в тепловых сетях города. Вот, ну, то есть, я рассматривал это как замена, подставил плечо, сделал, вот. Если я понадоблюсь, я буду всегда, опять же, ну, участие в самой избирательной кампании, ну, наверное, тяжеловато для меня, наверное, я вот, тем более подготовки к отопительному сезону, наше состояние тепловых электрических сетей, ну, то есть, это то, что то, чем я занимаюсь, это моя специальность, это мое дело. И поэтому я большую часть времени, большую часть сил все-таки, ну, отдаю туда. А, ну, я не хотел бы быть наполовинку там, наполовинку там, поэтому, ну, такое решение я для себя принял. Вот, в избирательной кампании не участвовать, но, если вдруг опять возникнет такая ситуация, ну, я тут человек, который всегда может отработать так, как надо. Да, последний вопрос, Владимир Викторович, ну, в принципе, выработка решений по благоустройству города, да, по экономической политике, это дорога двустороннего движения. То есть, еще многое зависит от самих городских бизнесменов, не только от исполнительной власти, правильно? Конечно, безусловно. Как вы можете оценить активность граждан, бизнеса, общества? Вы знаете, ну, вообще, вот Владивосток, я хочу сказать, что он отличается от других городов России, это не только мое мнение, ну, своей, наверное, гиперактивностью людей. У нас люди очень активные, очень позитивные, и, как говорится, идут всегда легко на какие-то новые дела. Ну, наверное, это особенность нашего местоположения, того, что история наша вся связана с какой-то динамикой, с морем. Вот, и поэтому наши, я скажу, бизнес-общества очень активные, прям, ну, прям очень-очень. И, ну, вот даже, знаете, вот порой, как люди работают, так и отдыхают, да, вот есть такое мнение. Ну, вот возьмите вот эти вот наши шествия на День города. Ну, вот, казалось бы, ну, День города, ну, День города, ну, администрация там отметила, там, прошла, там, как говорится, и все. Ну, так нет же, вы же не видели, что, то есть, бизнесмены, фирмы, они все идут, все показывают, люди веселятся, люди показывают. А раз бизнес умеет так веселиться, то как же он умеет работать тогда? Наш бизнес, я считаю, умеет очень хорошо работать, и люди у нас очень активные, квалифицированные. Я считаю, что это благодаря тому, что у нас очень неплохое образование здесь, все-таки, на Дальнем Востоке. И, конечно, то, что вот мы имеем сегодня вот этот вот ДВФУ, ну, вот это просто вообще, это чудо какое-то. Это просто настолько здорово и комфортно. Мне порой приходилось бывать неоднократно там на каких-то мероприятиях, и я смотрю, что студенты, вот, которые учатся, они везде там участвуют. Они либо волонтеры, либо на обеспечение, но это та практика, которую наши молодые люди, наше поколение, которое идет за нами, оно вот имеет возможность вот эту всю практику получать, и мы в итоге будем получать высококвалифицированных специалистов, я считаю, которым есть где работать и есть где жить. Будем надеяться. Спасибо вам за беседу. Спасибо.